Волнение, тревога, все как на настоящем экзамене. Проверить уровень знания английского языка собрались учащиеся 11 классов со всей России. Большинство этих ребят планируют поступать в Одинцовский кампус МГИМО. Познакомиться с будущими абитуриентами и выявить самых талантливых. Вот основная цель тестирования. Поступление в МГИМО, на программы в частности Одинцовского кампуса, предусматривает знание английского языка. Это необходимый фактор для поступления, это ЕГЭ по иностранному языку. И поэтому наши потенциальные абитуриенты, они должны сдавать ЕГЭ по иностранному языку. И поэтому сегодня и вчера они пробовали свои знания, пробовали тесты, которые им помогут для поступления. Тестирование в МГИМО – испытание не из легких. К знанию иностранных языков в институте предъявляют повышенные требования. Задание состоит из нескольких частей и включает в себя вопросы по грамматике и лексике. Данный тест является пробным вступительным тестом для поступления в МГИМО. То есть он составлен полностью по аналогии с тестированием, которое ребятам предстоит сдавать летом тем, кто решит поступать в МГИМО. Соответственно, в нем четыре задания, те, которые всегда в него традиционно входят. По словам старшеклассников, подобные испытания – прекрасная возможность не только выявить пробелы в знаниях, но и психологически подготовиться к сдаче единого государственного экзамена. Ну, чтобы подготовиться и морально к будущим экзаменам, которые предстоят, и посмотреть, попробовать свои силы. Хочется посмотреть, какое будет вступительное испытание и попробовать свои силы. А для тех ребят, кто решил связать свою жизнь с современными технологиями, проводили пробное тестирование по информатике и информационным технологиям. В этом году в Одинцовском кампусе института на факультете финансовой экономики появилась новая программа – анализ и моделирование социально-экономических процессов. По ней будут готовить специалисты в области разработки интеллектуальных информационных систем. Это уникальная программа для структуры МГИМУ, потому что это единственная программа, где в качестве ЕГЭ не нужно представлять английский язык. То есть для поступления на эту программу необходимо представить ЕГЭ по русскому языку, математике и информационным технологиям. Это, конечно, не отменяет изучение языка в тех же объемах, как на всех остальных программах после поступления. И программа направлена на подготовку специалистов, которые будут разрабатывать и применять интеллектуальные информационные системы. Узнать результаты тестирования можно будет на дне открытой двери Одинцовского филиала МГИМУ, который пройдет в пятницу 18 января. Екатерина Яровая, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.